С почти миллионом рублей в сумке пенсионеры на такси добираются до торгового центра. На этих кадрах супруги спешат к банкомату. Все это время их одолевала мысль. И если не успеть, накопленные ими деньги попадут в руки мошенников. Так им сказали по телефону. Сказала, найди вот желтый такой, там вот этот. Банкомат? Да. И я тебе продиктую номера это. Вот на эти номера положим деньги. А через два дня приведет она и привезет. А это другие кадры с камер видеонаблюдения. Супруги стоят в окружении сотрудников полиции. Нет, они не одумались сами. Их остановил случайный свидетель. За проявленное неравнодушие Армена награждают в городской полиции. По словам начальника управления, благодаря его действиям, пенсионеры сберегли часть своих денег. Мне показалось подозрительным, что бабушка непонятно кому хочет перевезти. Вот я подошел, понял, что бабушка, дедушка звонит мошенник и пытается обмануть их. И я решил позвонить сотрудник полиции. Обещание, уговоры, а после и вовсе угрозы. Это уже второй день общения пенсионеров с мошенниками. Злоумышленник звонит советом продолжить начатую накануне операцию и перевести оставшуюся сумму. Я вам выделил человека, который занимался вашим делом. Он несет всю юридическую, всю финансовую ответственность. Вы сейчас просто взяли и так меня подставили. Кто-то делает, я не понимаю. И вашу жену больше всего будет, она будет оштрафована по той же статье. И мы сейчас будем страховать данного сотрудника, от того, что он не завершил с вами дело. Он не обновил вашей банковской реквизии, то есть ваш лицевой и кем еще. На этот раз мошенник предстал в разговоре в образе сотрудника правоохранительных органов. Как и в случае с лже-сотрудником банка, это очередная уловка. Совет прервать беседу и обратиться в полицию. С начала года около 20 горожан рассказали о звонках поступивших им из якобы силовых структур. В последнее время участили случаи обращения к нашим клиентам от имени сотрудников банка и от имени правоохранительных органов. О том, что им якобы оформлены кредиты, о том, что якобы совершены какие-то сомнительные операции. И им необходимо, нашим клиентам необходимо перевести средства на якобы безопасный счет. Никому, никогда, ни при каких условиях нельзя передавать ваши персональные данные. Данные ваших банковских карт, коды, данные паспортов и так далее. Помните, что сотрудники безопасности никогда не звонят клиентам банка. СМС клиентам банка приходит с номеров 900 и 9000. Помните также то, что нельзя ни в коем случае совершать операции в пользу третьих лиц. И нельзя никому, ни при каких условиях отдавать свои банковские карты. Полицейские советуют не поддаваться на вновь изобретенные мошенниками схемы обмана. Лучший способ защиты ваших денег – недоверие ко всем, кто ими интересуется. Безопасному поведению следует научить и своих пожилых родственников. Эта категория граждан является одной из самых уязвимых. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.